Лишь 1% телесрительниц желает получить на 8 марта какой-нибудь гаджет. У 3% женщин желание поромантичнее. В Международный женский день они мечтают о чемодане косметики, чтобы быть еще красивее. Такое же количество респондентов признались, что считают этот день очень даже удачным для получения предложения руки и сердца. Так что, мужчины, берем на заметку. 12% телесрительниц мечтают о красивом украшении. У 4% проголосовавших мечты помасштабнее. В качестве подарка в женский день они хотели бы получить машину. И почти четверть представительниц прекрасного пола ждут заветные путевки в далекие теплые края. Почти каждая пятая девушка призналась, что будет рада и стандартному набору – тюльпанам и сладостям. И все же для многих женщин подарки и их ценник не так важны. Гораздо ценнее внимания, забота и любовь. И не только по праздникам. Остальные поделились своими вариантами. Цветы – это обязательно. Хороший парфюм, хорошую книгу. Поход, билеты в поход в театр. Ну и просто может быть какой-то семейный ужин. Тихий. Я мечтаю, в принципе, и получу. Я думаю, я хотела бы получить расслабляющий массаж. Как я сегодня представляю, я просто пойду в салон, муж мне подарит денег на массаж, и я схожу. Цветы. Радость берут. Тяжелый вкус. Всегда обычно одно и то же. Цветы получаешь, ну какие-то вкусности приятные. Ну, хотелось бы. Хотелось бы вообще хорошего настроения, чтобы подарили близкие хорошее настроение. Этого очень не хватает. Ну, на самом деле, самое важное не подарки, а внимание любимых людей, дорогих. А так, семейный праздник будет, семейные посиделки, ужин, поздравления. Все как обычно. Я просто хочу, чтобы они были все рядом. У меня сейчас такая ситуация. Я хочу, чтобы мы просто все сидели за одним столом. Самое главное, чтобы они пришли в гости. Вот, и посидеть за одним столом, поговорить, пообщаться. Вот это самое основное. Чтобы увидеть детей, внуков. Вот это радость. Субтитры подогнал «Симон»